Возведение корпусов школы в микрорайоне авиаторов завершится к концу августа. Об этом главе региона Александру Цибульскому сообщил директор компании Версэм Игорь Резниченко во время рабочей поездки в Рио губернатора НАУ по строящимся объектам. Для завершения строительства четырех корпусов школы необходимо будет залить около 5000 кубометров монолита. Эта работа завершится к концу августа. После этого в зимний период застройщик будет подключать здания к коммунальным сетям. Школа на улице авиаторов, которая рассчитана на 700 мест, будет представлять собой целый комплекс зданий и сооружений, подобных которому в Нейнском округе ещё нет. Всего на территории будет расположено четыре здания. По одному начальной и основной школ, спортивного зала и столовой, ещё одного спортзала и актового зала на 300 мест. Сейчас строительство идёт с небольшим отставанием от графика. Это связано с технологическими процессами. В течение трёх месяцев подрядчик войдёт в график и планирует уложиться в сроки. В этом году мы планируем в зиму идти так, чтобы можно. Сейчас завершим здесь монолит и выполнить все сети. Тут канализация, допустим, выполнена, вода выполнена частично, тепло ещё не выполнено, запитка тепла вот с этой котельной. С этой котельной планируем вода, чтобы во все здания, чтобы можно было с зимой включать тепло. А то, что из утюг строя, значит, однозначно планируем подъять монолит, это порядка 5 тысяч квадратных метров, куботнических, кубов, да, тысяч кубов остаток монолита залить. Работы по заливке монолита подрядчик планирует завершить к концу августа. Параллельно будет вестись кладка, устанавливаться окна. Все здания будут соединены тёплыми переходами. Особое внимание будет уделено инфраструктуре объекта, в частности, спортивным пришкольным площадкам. Их общая площадь составит порядка 1600 квадратных метров. Здесь будет поле для мини-футбола с покрытием. Его можно же будет заливать, то есть зимой это будет хоккейная площадка. И там располагается поле для волейбола, для баскетбола. Значит, яма для прыжков в длину, 100-метровка. И тут вот полоса препятствий. Кроме этого, у школы будет свой автокласс площадью 200 квадратных метров с автогородком, детская игровая площадка для групп продлённого дня и внутренний зелёный дворик, где можно будет проводить различные мероприятия. Согласно условиям контракта, завершить строительство школы необходимо к ноябрю 2019 года. Общая стоимость объекта составляет 1,8 миллиарда рублей. Школа строится с привлечением федеральных средств. Мария Владимирова, Александр Бабрякович, Антон Водряков, Телеканал Север.